у меня все звуки на скайпе выключены слава привет привет виталий я тут очки что-то плохо тебя слышно ничего себе такого быть не может у меня микрофон привет раз что позвонил да спасибо помнишь можешь вы насчет жени про туннели разговаривали в швейцарии который 1 июня открылся да да я вспомнил с белым алтайским монахом женя ты его как сразу вылетела из головы экстрасенсом это уже не говорил там это есть мне понравилось очень когда он говорил что можно выходить как тренироваться в тренинг какие тренировки создал чтобы как на астральном уровне фух лучше бы он это не говорил бы почему потому что у меня сейчас письма часто приходит такого характера причем никто не знает как с ним связаться начали когда же не писал ролик я с ним я говорю давай я выложу ты вещи интересные рассказываешь а он мы живем в такое время я боюсь за свою жизнь не надо выкладывать ну я переубедил его все нужно все нужно выложить но он потом как бы пошло и даже интересней он когда увидел что все нормально он на своем канале переиздал этот ролик уже переозвучил его поэтому у тебя нету возможности ему написать там и так далее не а я искал в интернете вот искал искал как-то может где-то что-то вообще никак не могу ничего найти про него поэтому я думал тебя то не стоит по пустякам тревожить думал где как чего может и муж как-то чаще они накатают с ним связаться на самом деле очень просто я сейчас просто зайду в контакт найду его в друзьях так давай друзьям сейчас три секунды я вообще как бы это все дело интересно но как бы но это мое субъективное мнение когда у меня спрашивают за вот эти развития практики я говорю в идеале конечно лучше не трогать вообще ничего а если вы и трогаете то вы должны это трогать я просто скажу как обычно банально для того чтобы не для себя это для кого-то было тогда у вас ну да на благо на благо на благо исключительно на благо потому что люди если на себя ты уже как получается как пум паразитируешь то есть для себя все делаешь не для блага человечество на себя идет и все да ага ой он что а не не удалился он мне тоже понравилось когда ты это насчет вот вегетарианца я смотрел твой скайп разговоры там с многими ты правильно вот сказал а что толку этим вегетарианцам заниматься когда мы еще блять в оккупации находимся правильно ну да да если что у меня вот не нормально нормально да если в тему тогда по теме просто вот я тоже так логически подумал действительно люди думаю ну чё сейчас ерундой заниматься вот это кто что ест как чё за себя тут мы все как говорится входимся да уходим под ног и они вот ну да на на титанике устроили пир да 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 вот ты тоже я тоже так подумал как ты сказал а потом так вечером спать у меня просто времени нету я работаю две смены у меня дети но я вот домой прихожу с работы пришел сразу youtube заложить что-то есть от тебя нету скачиваю и потом уже как говорится когда дети уснут в тишине все уже это все прокручиваю думаю да действительно думаю прав ну какого сейчас думаю вегетарианство этим заниматься когда мы в оккупации находимся лучше думать как с этого спрыгнуть как это скинуть себя ну я вообще версию выдвигаю пока не настаиваю что это абсолютно истина но мне кажется это вегетарианство наши захватчики внедряют наши умы так как они буквально смысле нами питается им очень неприятно есть пища которая прокуренная которая алкоголем там про просмажена поэтому надо это чтобы люди чисто овощами кстати в великую отечественную войну как я слышал края муха не знаю опять достоверно лет были специальные концлагеря где заключенных кормили специально овощами а потом после второй мировой войны очень много появилось консерв на которых была написана там тушенка или свинина на самом деле человечина там было вот такая да 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 кормить и вот здесь как раз я вот смотрел туннель у меня на работе есть пару немцев которые интересуются вот это все да и вроде как осознают что вроде как в оккупации мир захвачен мировое правительство ну много еще не понимает потому что у них как по немецкому не тут скудная информация вообще идет мало очень информации я начинаю вот говорить вот про твои ролики что и там там рассказы да понимают понимают вроде где виталия посмотреть где это можно это чтобы то что я как говорится у меня по немецки хоть я и живу здесь уже 14 лет оба знаешь особо так по немецки только разговариваю на работе а так-то в основном друзья русские здесь как говорится по-русски все и и как у меня словарного запаса не хватает это все им перевести даже то что я тебя слышу самый основной аспект на которым я говорю на любых языках попробуйте давить многие слышали сотовая земля и любому человеку задай сотовая земля он не может однозначно сказать что такое ну не любому но большинству слышали я всегда говорю в упрощенной форме вы говорите так за антарктическим кругом находятся абсолютно новые земли которые также находятся в антарктическом круге за которым также находятся новые земли и так это мириады этих земель то есть так уже люди проще воспринимают когда слышат словосочетание сотовая земля люди в голове рисуют какие-то картины а когда вот такое простое что я на полном серьезе говорю что можно поплыть поехать полететь и это все увидеть своими глазами материально то есть предполагают люди что я говорю это какой-то в четвертом измерении пятом или в десятом ничего подобного этом нашем физическом мире все можно увидеть как говорится и услышать и понюхать и пощупать вот это как бы давить и вот когда вот это если предположительно ты этого не произносил им предполагаю нет наверно да нет я в основном это твои твои фотографии показывал где земля сотовая как заставка у тебя идет ну как и на пальцах просто объясняю вот смотри это наша сотовая там другая сотовая есть ходы и выходы а это правильно правильно так правильно да так в принципе ну друзья у меня как да вроде вот некоторые один есть у меня слушает сергей ну как ну только слушает другие вообще как смеются фантастика вы запарили какая фантастика посмотри реально сам да просто оба все равно как я не сдаюсь я пытаюсь достучаться есть у меня вдруг сергей тоже еще один сергей она сегодня даже вечером встретись всем вот я еще вот когда от левашова начал это да да левашова в двух словах небольшое дело сделал если бы не было николая как викторович если не ошибаюсь мне бы было тяжело бы достучаться он мне просто как ледокол просто пробил вот это и я теперь просто в этой протали не спокойно иду и меня слышат гораздо больше людей людей если бы не он конечно мне было очень тяжело да я слушаю и это слав вот я говорю вот когда на левашова первый раз я столкнулся много лет я вот не знаю в 2006-2007 вот сейчас в ранние годы ну не важно и это я говорю у меня как мир перевернулся знаешь как будто во мне что-то перевернулось хотя до этого у меня все увлекался документальный фильм истории много да в интернете лазер все у меня почему-то это интересно мне интересно там фильмы по и какие-то мне всего документально всегда все нравилось вот именно что действительно происходит в данный момент или что происходило и тут раз на левашова нарвался и говорю мне что-то как-то перевернуло потом когда левашова не стала работа замотался обычно ролики смотрел вот что я пару лет как-то я не знаю сам как-то отошел от этого или меня отодвинули от этого как-то знаешь на второй план все ушло и вот это вот продолжалось пока вот я вот на твой ролик нарвался вот твой ролик нарвался и опять как будто знаешь как будто по новой да и у меня сейчас все больше и больше как это мне уже как говорится интересов как-то у меня единственный интерес был здесь германии на рыбалку ездить сделай ангельшайн рыбу чтобы ловить это рыбалку как-то рыбалка знаешь уже сейчас и года два как-то потом дошло зачем тебе убивать если тебе и так есть что поесть зачем живую сущность убивать знаешь но я не рыбак я более может неправильно скажу но я в некоторых вопросах очень практичный жалко тратить время ну а мне как-то вот первая мысль что мне пришла думаю блин зачем убивать сущность если тебе и так есть что покушать и мне как-то вот с этой мыслью как-то на второй план все это и вообще дошло а сейчас вот твои ролики вот столкнулся ну сколько два три месяца назад он начал и все у меня как по новой закрутили знаешь уже все и теперь я говорю домой прихожу первым делом с работы что еще что у тебя сегодня нового там что ты выкинул просто да многие говоришь вот смотри друзьям вот посмотри это вот посмотри это да ну окей они не понимают просто вот а вот как ты правильно говоришь ты много лекций читал много лет много смотрел всяких вот я так же да ну конечно не столько много лет как ты я много уже чего посмотрел чем нужного и ненужного да и как вот идет информация просто тебя да я уже как по своему собственному опыту ага это там я слышал это там и как-то ты можешь уже домино составлять получается картинка влазь а вот это вот чего друзей это вот плохо до чего достучаться не могу что-нибудь говоришь откуда ты это кто это придумал я говорю ну блин ну как ну это же все есть ну почитай ну просто тебе это непонятно потому что ты это 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 не смотрел обозначь как-то вот все думаю блин как как-нибудь может просто просто как как то есть может какая-нибудь простая структура или не структуру простой ход чтобы как-нибудь долбить вот попробую сегодня как ты говоришь что есть там земля тут земля да попробуй сегодня это должно быть это у некоторых щелкнуть щелчок должен произойти привет когда я вот услышала тебя про эту сотовую землю да вот я не знаю мне не надо было никакие доказательства знаешь спасибо у меня как-то это в голове все начало как эта мозаика слаживаться потом когда ты еще произнес первый раз я тебя слышал что ты от левашова позитивно еще отзывайся просто боги говори то вообще там про него да да мне по это не то ну это конечно знаешь у каждого людей свои я не обижался ничего а вот для меня как он ну как можно сказать авторитет да был человек левашов да любой человек или вашу я мы можем допускать ошибки по мелочам помимо фундаментально фундаментально это это самое важное то есть понятно что мы не совершенны и и так и он и и я мы как говорится по мере он по мере своих сил старался я по мере своих я слишком поздно про него узнал уже полгода его не было вот парадокс многие говорят это ученик левашова но самое интересное что я только узнал когда его уже полгода не было в нашей соте и а когда я не узнал у меня резко появилось желание связаться с единственной целью рассказать про сотовую землю вот это но было уже слишком поздно теперь он и так да один раз да теперь он и так это знает прекрасно вот это у меня постоянная дилемма это я бы был больше понимаешь что тут очень опасная тема если он знал тогда его темные сильно переформатировали и он это не сказал то есть что должны были человеку пообещать чтобы он сохранил такую великую тайну но так как он смерти не страшился скорее всего не стремился к тому к этим материальным богатством хотя у него там был замок у него был замок замок для плезира которому для удовольствия плезир это для удовольствия которому по сути и не жил то есть предположительно интуитивно я думаю он не знал что земля сотовая именно на тот момент вот я живу да ну во первых я как бы из биографии знаю что он 18 лет прожил я часто ловил себя на мысли что я мог мимо рядом с ним проходить там метро или в центре города за 18 лет могли как-то пути это пересечь пересечь или пересечистись вот да я положительно конечно отзываю там много могу не согласиться с ним щелкну это ролик до рендере у меня вчера был эфир если все будет хорошо залью сейчас на его канал был юрий тимовский это тем studio канал был макс беляев его же одноименный канал и на канале ясен пень мы решали вопросы политического характера вот это сергей мне пожалуйста не не перебиваешь сергей тарасов а там смешно получилось я вообще в шоке вот насколько вот люди либо черное либо белое мы серега и когда последний раз один из последних разов первых с конца говорили он хоть я узнал у своего главного я забыл у фондами фамилию по моему богданов и есть котляров сотовой землей сотовая земля это правда или нет и богданова ну видишь ли земля она в виде пузырей которых очень много я юкорный бабай я говорю блин те же яйца только профиль говорю блин да да он может говорить про одно и то же да но я еще всегда давлю на у меня же как сережа тарасов любит говорить и у меня железобетонный аргумент есть когда мне там злопыхатели в комментариях пишут что это эти знания где-то украл или взял это формулировка убрал это идиотизм моем понимании это если человек пришел в школу он у учителей ворует знания потом ими пользуется да и я говорю что детально подробно никто не в состоянии за последние 200 лет именно полностью от землю описать до до крупиц именно как это все там внутри снаружи сверху снизу да все было очень много и вот в интернете там появлялась ранее подобные темы вот но чтобы вот описать даже вот эти пузыри я потом даже этот ролик делал пытался объяснить что как раз то вот эти пузыри они как раз то находится в этих сотах самый убогий пример это лоток яиц или как ячейки говорят то есть вот эти как раз то пузыри находятся в сотах вот приблизительно точно так же а в этом а в этом пузыре есть желток вот это как раз то наша планета и так далее то есть ну жду сильных программистов жду от небесной канцелярии помощь плане чтобы нам как можно быстрее свели с теми людьми которые в 3d графики я смогу максимально все-таки показать именно полностью модель на нашей планеты а этого никто не может потому что все как бы предполагают или где-то слышали но точно не знают а я знаю по каким-то неизвестным причинам и а еще кто-то да кто-то скажет фантазия ну ничего себе рун тогда признайте мне гениальным писателем фантастом не хотите учетом признавать пускай буду фантаста как там хрень редкий не слаще прихожу на работу буквально через день или тут мне немец который похоже на русский он тоже вырос здесь оба видно что счетам остался и вот и он мне дает видео говорит на посмотри по немецкому ты представляешь они что-то находят я им что-то скидыве если есть по немецкий человек и это тут он не скидывает пройти туннели оказывается бомба бежишься у нас тут кассели рыли там три-четыре города они короче бункеру и там короче полностью вода солярка там короче очень большие там очень многие миллиарды аэропорт можешь ты слышал это в берлине аэропорт уже лет десять строить достроить не мог там один там короче уже миллиарды перед стоимость миллиарда ушла говорит там в 3-4 раза повысилась а его достроить все равно не могут потому что говорит там туннели вот эти под землей города трое все говорит туда уходит а спирает на этот аэропорт и там вот в этом видео в ролике там она по-немецки правда идет и там женщина была она след вы после войны кому как себя описывала выросла туда-сюда неважно и она вот в этих всех проектах участвовала где они все рыли эти туннели и вот она как вроде как раком заболела сейчас как видео написала что не знает доживу до конца года или нет уже до этого шестнадцатого что вот она хотела бы как поговорить что действительно туннели очень большие города очень большие эти и никто об этом не знает и она как душу излить хотела под конец то ли чё и вот короче написала и ссылку сделала что если кто-то что-то пишите вот этот немец гордия и писал дым судым а найти не могу я знаешь может это вранье но у них и насколько мне известно иногда не с такими чудесами сталкиваются ну как для них это чудеса парадокс этих строительств заключается в том что они иногда наталкиваются на древние очень города которые уже были подземные это такой головняк для дикта и за и метро строителям тяжело было очень когда натыкались это надо было все засекретить там плод до физического устранения потому что когда находят огромные своды арки которые просто филигранно выполнены там огромные мегалитические под землей и сооружения к сожалению многие метро строителей уходили в мир иной потому что видели то что не должны были видеть ну где а людей нашли это там не не вода скорее всего а гелий какой-то же такой они вылезли сказали но то что я видишь и говорю это им еще повезло что психушку хотя неизвестно теперь я понимаю что никакой крыша у них не поехала действительно они видели эти фрески там вырезы и на стенах это все что на огромной глубине это все было там под низом да грубо говоря упрощенной форме если в нужном месте в харькове залезть то в ростов-на-дону можно спокойно пешком дайте и это не фантазии то есть даже кстати ролик ролики по этой теме да мне сегодня комментарий по понравился насмотрелся роликов и излагает даже и до допустить что я насмотрелся роликов хотя роликов я смотрел чтобы обогатить точнее и обогатить словарный запас и перевести все в нужную форму самое важное что все структурировать ведь пересмотр все смотрят тысячи людей смотрят ролики и что дальше ну а главное это все хорошо скомпоновать и очень хорошо ингредиенты сложить что получился очень вкусный пирог которого которого себя отщипают и наслаждается вот так сказать обалденным вкусом поэтому конечно ролики это это я живу решу где-то с 33 лет вот я только прекратил их смотреть именно тотально это полгода назад хотя и сейчас немножко посмотрю ну благодаря компьютерным играм онлайном которых я висел по 14 по 16 часов я в это время слушал ролики всевозможные поэтому мне легко час ориентироваться если не задают вопросы скажите кто такой такой то вот за сидорова немножко грустно ну не знаю пойдет там запись ты знаешь я по инерции всегда пишу и всегда задаю вопрос оставить ли твой голос там и так далее потому что в процессе беседы я надо могу выдавать такие какие-нибудь кульбиты которые просто не задумывался что я могу эти теме затрагивать вот вот да 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 вот поэтому вот я говорю как то это вообще игру я не знаю вот мне лично хотя игру до этого столько много конечно как ты не смотрел но всегда много увлекался и Сидорова и Кунгурова и многих многих остальных да вот после левошоу как у меня началось да вот это вот я его хотел книги читать а блин а у меня компьютер сломался как раз когда вот начал эти вон и книги читать у меня это плата на крякнуло это и все и как то у меня сын еще привлечился я раньше играл в этот контра страйк знаешь как это конечно конечно и это а вот тут сын родился и все из 3 лет привлечился со мной уже играть а потом я думаю не нет тебя надо убирать от этого компьютера а то для школы плохо ну как влияет на детей да это плохо на психику стрелялки эти все ну и все компьютер сломался я думаю ладно не будем делать пусть он это а то думаю сейчас сделаю и он начнет опять стрелялки выйти играть и так вроде компьютер не делал а сейчас думаю блин надо все таки компьютер купить чтоб на большом они творить то что я сейчас только в кэндике смотрю твои эти телефоны ну я только аудио вариант россия до кривых зеркалах еще что то ну я иногда даже сейчас иногда слушаю лекции его крайне редко но стараюсь я не слушаю то что он говорит я прислушаюсь как я в одном ролике сказал что он излучал сознательно чистоту ну как радиоприемник на который я подключился и мне нужно потом время чтобы обработать эту информацию то есть какие то интересные найти для себя фигуры речи и опять же словарный запас обохотить чтобы легче доносить то есть я не получаю ничего нового я получаю нового в том плане что но есть тысячи раз мой избитый пример давай с тобой покажем компьютер какому нибудь человеку который в племени в бразилии живет и попросим его сказать что это такое он не скажет вот так и у меня ушло много лет на расшифровку той информации на подбор слов чтобы максимально правильно озвучить почему я лекции слушал чтобы местный язык выучить это когда я уже выучил его тогда уже было намного легче поэтому слушаю иногда левашова вопросе вот у меня сейчас ну вот в марте будет восемь лет как это просто в трех словах как ему это приподнести все чтобы как с одной стороны не забивать голову правильное развитие пошел если ребенку 8 лет сказать истинное положение вещей да ну как я с одной стороны вроде и сказать а с другой стороны думаю блин что такие здесь немецкой школе знаешь не то что начнут пальцем не ну я всегда пример левашова приводил как он по этому поводу сказал но я бы отточил его совет бы он как бы оригинально сейчас повторю попробую дословно сказать как он в ролике сказал вы ребенку скажите что вы даете истинные знания а в школе вы учите знания те как благодаря которым можете понимать людей ну как устроены дети и взрослые конечно захочется эти знания рассказывать и потом будут насмешки но я правда вот лично как просто может человек как определенные так как как бы всю жизнь это эти насмешки пока вот полгода назад не пришел наконец-то успокоился когда я там с горшка людям рассказывал всякие вещи и недавно улыбались вот но мне это нормально было психика было видно как-то грамотно сделано устойчиво что я им в ответ тоже улыбался а основная масса людей могут закомплексовать расстроиться уйти в себя там огорчиться поэтому если уже додавать как левашова говорил надо как-то сказать еще более грамотнее что есть знания и которые желательно ну как это сказать ребенку есть великая тайна которая является истиной но и люди людям лучше не не говорить ну допустим с ним гуляли вот недавно была большая луна ну это не но по это пол беды у виска и самое слабое вот поэтому да как там не знаю я не сталкивался я надеюсь что я в жизни тоже это в при этой жизни стану отцом и будут дети которым как я говорю у меня спрошу дети есть я говорю у меня трое родных но ни одного била биологического но в основном только понимают женщины что я имею ввиду то есть это означало что я своей жизни встречал это барышню который ребенок был от брака я уже как бы он для меня становился родным не биологически но родной вот и как бы я вот сейчас думаю сам постоянно подбираю мозаику слов чтобы максимально убедить что это так и есть и максимально убедить что нежелательно распространяться и постоянно убеждать ребенка в том чтобы к людям с нисходительно относился жалел потому что они там маленькие и не понимают и еще не доросли но как-то надо слова постоянно подбирать чтобы не вышла высокомерие вот как определенную народность воспитывают специальные школы есть где эту народность внушают что вы бога избранные что вы пупы мира сего и у них же в глазах это читается вот эта надменность высокомерность как я в одном ролике сказал если ты знал что твоих предков 200 лет назад из обезьяны в лаборатории сделали что дарвин был абсолютно прав что вы-то произошли обезьяны а вы человека то вы бы так бы так бы сильно бы это не выпендривались потому что единственное что сыну пытаясь вот так сейчас более-менее преподнести ему так говорю что вот это не делай пацаны из пацаны я сам такой был в школе задиристый да он такой маленько рослик такой по своим годам и это бывает там такой маленький физик я всегда ругаю конечно родители звонят типа вышверуют ругаются типа ну как и ругаются говорят что вот ваш сын опитил там туда-сюда я всегда попытаюсь то что не делай не делай того другим чего ты сам себе не желаешь и вот на этой да кстати это постоянно но я по я по своему как бы маленькому опыту помню что знания дойдут рано или поздно в зависимости от того насколько насколько часто взрослые их усваивают допустим когда я был маленький я все-таки вот папа мне говорил я на всю жизнь заучил фразу переходя через дорогу он каждый раз мне говорил сэкономишь секунду потеряешь жизнь на тот момент я как бы противился этому а сейчас уже стал взрослым то есть уже как бы все равно эти знания дошли осмысливаешь по-другому имеется ввиду что он постоянно это говорил и он добился своего результата то есть я подвожу к тому что ребенку надо ну не назидательно а очень стараться в игривой форме то же самое это как у меня есть друг немножко темы просто чё-то не вспомнил у него там было там допустим 10 лет какая-то ситуация там он познакомился с барышней там в машине они очень близко познакомились и потом он мне эту историю каждый раз рассказывал в разных ракурсах то есть я знал что это одна история но он всегда заходил к этой истории с разного оборота и все время обыгрывал разные ситуации для чего этот пример привожу ребенку также надо одну и ту же один и тот же пирожок подавать под разным соусом сегодня под клубничным завтра под малиновым ну а начинка все равно будет одна и та же то есть не постоянно да да отторжение не пошло есть просто да 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 отторжение может начать ни в коем случае ни в коем случае еще тогда это большая воспитание дай боги мне дадут возможность это воспитывать детей да даже если вы если даже даже не биологических очередной раз родные появятся вот то есть это это этот титанический труд просто люди не понимают что вот как есть не мной придумана поговорка не каждый воспитатель может стать родителем не каждый родитель может быть воспитателем это это очень ответственная миссия это среди то есть ли дети есть это это титанический труд это постоянно постоянно даже если не рядом думать вот ну видишь как на нас оккупанты переучили совсем другом направлении но благо что есть такие люди как ты виталий я глаза открывай она и нора знаешь приходит вроде как пришла так ушла внимание не уделяешь а потом когда услышишь со стороны допустим вот от тебя допустим блин а я же тоже думал об этом оба как то знаешь вот она пришла и ушла это не задержалась а вот когда потом от тебя это слышишь тоже да действительно смотри ты как-то это все равно ты как-то просто для меня отличного твои ролики твои разговоры для меня как-то легко воспринимается вот если у левашов он там много по научному да да апеллировал очень многими и терминами ударениями да он нагрузку смысловую большой давал это просто для меня вот твои ролики и разговор для меня как далеко воспринимается вот если у левашов апеллировал очень многими терминами ударениями да он нагрузку смысловую большой давал много и даже вот я вот смотрел по три четыре по пять роликов твоих даже смотрю знаешь ну раз по три по четыре раза и смотрю и каждый раз вот посмотрел вроде бы все понял потом раз смотрю ничего нового у тебя не вышло думаю ладно посмотрю еще раз так блин опять смотрю опять вроде там опять раз 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 опять вроде блин думал вот это вот я уже не помню то есть сразу информация на машине укладывается знаешь как-то ты вроде вроде понял про чего говорят а вроде пару деталей раз вылетела знаешь а потом когда на второй на третий раз то же самое видео смотришь и вот как раз эти детали всплывает опять потом думаешь а в тот раз вот почему-то это не заметил вот у меня вот такое почему не знаю или может у меня нет это я вот даже те лекции которые слушал очень симпатичен это сергей данилов особенно с его первыми лекциями и я его буквально лекции затирал свои уши то есть я повторно ставил потом когда вот узнал про сережу тарасова я еще мы с ним не были знакомы но я его ролики тоже свои уши затирал причем я всегда позиционирую с тем человеком который не перестает учиться то есть там сложилось впечатление что он носится якает ничего подобного я и якает это это оберег включается на самом деле я всегда стараюсь внимательно отнестись вообще абсолютно особенно детей обожаю дети выдают иногда такие перлы что просто голова кругом идет это от восхищения насколько все правильно то что я думал ну реинкарнация грубо говоря мягко выражаясь вот поэтому вот палец данилову частности я один и тот же ролик просто собирал по крупицам но в моем случае было почему лично для себя слух слушать других лекторов не просто связано то с тем что когда играешь компьютерную игру отвлекайся и просто вот этот момент две-три секунды можно потерять какую-то фразу предложение или ударение и при новом прослушивании его как бы слышишь да 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 вот чем была задача причем я и да причем я подчеркиваю что я играл иногда в 2 а иногда в 3 онлайновые игры одновременно то есть у меня была запущена 3 онлайновые игры допустим варкрафт там префект верт и примеру алода онлайн а посередине был из этих трех окошек проигрыватели этого ютуба и я слушал ролики смотрел на youtube и штрикал в три окна ну кто-то скажет безумец а я скажу для моих как я скажу пафосно и высокомерно для моих мозгов нужно мега нагрузка не ну почему не вполне воспринимая если у тебя если ты это тянь тянули твои мозги это что еще мог и слушать что-то почему нет если у тебя это получалось если я ничего против этого если я узнаю я допустим так не смог я просто вижу а вот слав да 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 один вопрос вот смотри прививки вот детям же это не надо правильно ну по большому счету идеально конечно не надо у меня вот сын родился я успел это как не успела прозевал можно сказать одну ему успели вроде поставить или две но больше я ему не ставил это тоже вот клевашов когда я посмотрел когда он говорит что первый способ когда его спросили как защитить детей вообще чтобы они были здоровы первое что вам надо это не ставить прививки и вот у меня сейчас дочь родилась вот и сейчас будет 26 декабря 2 годика то она у меня вообще сколько я с этими врачами тут ругаюсь постоянно они вот прививки типа то в садик не возьмем и его дочка у меня ни одной прививки не получила так она вот полтора годика она уже разговаривает по-русски уже пытается по-немецки там поляка слышит от старшего сына дома там и только по-русски а это в школе то что им надо правильно правильно это замечательно если будет две речи конечно тоже так считаю тут много просто русский вот союза да там из украины у меня знакомые из казахстана из россии я сам сибири у меня хотя папа и бабушка они с украины тоже все пошло с украины древние укры зародили цивилизацию а харьков столица до 600 да 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 поэтому как говорится это у меня на счет этого никаких этих иллюзий там уже прошли они все просто в моем понимании даже вот те же немцы вот если нормальных немцев посмотришь есть конечно хотя игру вот они на 60 на 70 процентов ну как мое опять мнение я могу ошибаться но они как зомби ну действительно знаешь вот ему одно и другое пытаешься даже на работе с ним вот так вот логически поговорить у них логика знаешь короткая вроде на два шага а дальше или не интересует или у него топором его рубят и все я уже как-то и перестал ищу только подходящих знаешь если вот вижу а можно поговорить там с тем на такую такую-то тему то начинаю а если вижу что человек уже сразу как это тем более еще если немец да надо как-то да это тяжело надо вот и для них какие-то и они любят да вот образное мышление только славяно-язычные могут спокойно это да 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 вот у них учу вот они все здесь вот даже телевизор придет германии вечером я практически не смотрю тут нечего тут одни убийства вот эти фильмы криминальный один негатив понимаешь даже нечего посмотреть или вот как у меня жена смотрит но она с казахстана приехала в 6 лет здесь выросла она со мной когда познакомился я не по-немецки не бомбом она по-русски так слышала дома от своих двух старших братьев и надо было подумать что сказать классная по-немецки путем не могу она по-русски путем не может ну сейчас она уже и разговаривает и писать научилась оборудске уже все но и как здорово и это и вот как мы общаюсь на тоже вот жене допустим про тебя тоже начиная говоришь на как меня всегда слушает она все равно как не отвергая не говорит что это квач все равно как заслушиваться спрашивает и там объясняю от левошова также вот своими роликами игры смотри это то 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 как жена прислушиваться не знаю брать не буду верит она не верит прислушиваться шон она так а вот я говорю что детей не крестил потому что знаю что это все ерунда прививки не ставил вот сейчас если есть возможность но там спецвыпуск выпустил там несколько есть спецвыпуск сейчас меня просто заваливали и вот я думал что он не поможет оказалось что после спецвыпуска вот эти письма прекратились то есть когда я в двух словах тему строну посыпался поток писем я потом понял что надо снимать срочно ролик где детально объяснить это приходит все равно сейчас незначительно но в основном приходят помогите рассчитать таблицу то есть в интернете таблица сейчас вот и сейчас говоришь я вспоминаю да 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 это согласно славяно-арийским ведом она рассчитана максимально верно насколько нам оккупанты позволили сейчас найду спецвыпуск так 3 секунды про береги спецвыпуск сейчас у меня есть у меня друг ездил когда украину с белой церкви и он ездил вроде по моему вот сейчас врать не буду или в крым или в крым он ездил и он привез эти обереги вот там как сама но они как с такого металла как темный металл я не знаю как вылитый просто вот у меня сын один носит я не знаю или это я хотел спросить с дерева допустим запросто конечно он должен будет конечно тут же да я по моему в ролике не успел сказать но письма говорила может я тебя сейчас скину ссылку на от этого парня женю альби мак или как а из на спецвыпуск но если я в спецвыпуске не произнес эти слова я их сейчас произнесу при создании при желании получить себе берег боги тебя возьмут за руку и будут вести и ты ни в чем не ошибешься то есть если у тебя уже появилось желание намерения будь уверен что ты все сделаешь правильно то есть до дерево дерево металл металл на самом деле надо там с каждым человеком работать самостоятельно да то есть кому-то дерево кому-то серебро серебра дело серебро она как это сказать как это слово мне вылетела всем подходит да 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 это это абсолютно ко всем единственное как кому не подходит это купырям они могут еще серебро у них может ожог оставить да 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 вот думал мужчин как они же как все равно вроде не славяне да правильно думаешь правильно думаешь так а сейчас еще раз ты по теме это берегов ты сталкивался я обозначал что ты можешь самостоятельно ну вот у нас сейчас есть древний мой у нас есть классический знак зодиака допустим я по нему козерог а по древней нашему славянскому ведическому ворон и вот я сейчас скину ссылку на сайт где можно самостоятельно высчитать то есть ты там вбиваешь год дату рождения нажимаешь кнопку посчитать и тебе как бы сайт автоматически высчитывает то есть наших предков было 16 знаков зодиака на наш манер чертогов не знаю сталкивался ты с подобной информации или нет вот то есть двух словах сейчас быстренько пробегу 16 у нас знаков зодиака именно чертогов чертог девы вепря щуки лебеди змея ворона медведя бусло бусло то есть волка лисы тура лося финиста финист это сокол коня орла раса раса это леопард вот то есть я скинул ссылку то есть ты можешь самостоятельно посчитать и и уже когда узнаешь свой чертог тогда уже мы можно это под чертог делать ну вот у меня друг александр он как бы и сварага себе сделал и чертога из про и люди спрашивают а можно ли несколько носить я доходила плод до того что на запястье могла быть кожаная ленточка на которых могли быть миниатюрной форме очень большое количество по кругу наших этих древних славянских оберегов там и чертоги в каком ты родился и и своего бога и так далее то есть в данном случае мы там маслом каша не будет испорчена вот время будет я еще раз конкретно сяду просмотрю все это займусь этим делом благодарю но хорошо что ты мне скинул это все теперь займусь обязательно а вот я думал игру серебро то есть а потом кому его дать ну кто мне сделает вот эти турки которые мусульманство там вообще все это ну с турками до выцарапать думаю это толку больше до 100 теперь теперь если ты мне ссылку да посмотрю обязательно пока не разберусь не буду делать а потом все-таки но попробовать может самому сделать себе и детям и жене ну ты что же в ролике в одном может и слышал фразу что я там у меня много китов было благодаря которым я записал свой самый первый ролик так ну есть я его уже перезалил через полгода ты сталкивался с роликом вообще благодаря которому я вошел в мединное пространство перезагрузка но не это уже было 2 перезагрузка именно как название сотовая земля перезагрузка ты имеешь ввиду да а был до него другой благодаря которому все это началось значит есть он на старом канале но я всегда стараюсь давать тот который я пересдал свежий вариант разница лишь визуальной подачи и в качестве записи то есть уже за полгода овладел большим количеством программ я свой собственный ролик перезаписал я сейчас на него ссылку сделаю с этого ролика все закрутилось и завертелось то есть когда я в этом ролике озвучил 25 апреля те вещи которые я озвучил благодаря ему я прорвался вот но его долго не получалось озвучить и вот один из китов это все таки была звезда сварога когда я ее одел но я как бы пошел в нужном направлении то есть я понимал мне два года самое интересное что мне два года не удавалось ее создать может там еще много было составляющих возрастом и так далее еще какие-то другие аспекты не стоит говорить что только звезда сварога помогла но то что это белый камушек на большие весы она дала важный перевес это однозначно поэтому обереги рекомендуем желательно конечно видео познакомился это тоже смотрел насчет оберегов там ну знаешь сейчас только слива спроса вот это все про славянское путай куда людей путали да просто и уже сам нереально столько все про славянство все про да 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 я его тоже посмотрел опровержение котлерово люди и ну раз даже говорят то же самое вообще почему они не включаются почему у них разуме Они же про то же и говорят, что ты же говоришь А с другой стороны Опять тебя же как-то вступает Нет, ну в двух словах, там же есть монтаж Просто когда Рыбников сказал, что Я работаю на Рокфеллеров Или на кого-то там, не помню, на кого я должен работать И мне за это деньги платят Я после этого выложил Шуточную ковер-версию То есть я взял его оригинальный ролик Поубирал все ненужное и смонтировал Что он говорит то, что мне нужно Да, 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 вот этот ролик я и смотрел Но парадокс в том, что он на самом деле Так как, вот парадокс в том, что он на самом деле Все говорит правильно Только выводы делать неправильно Да, то есть солнце, когда он показывает Ведь он же все правильно видел На этом Тикси или где он был Что солнце ходит по кругу И никуда не уходит Даже вот есть сколько видео, что оно реально ходит по кругу А вывод все равно А парень в Руси Вася, я же говорю Это был один из первых людей Которому я как бы захотел Передать знания Потому что он был медийное лицо А я не знал просто как выйти в эфир Я к ним присматривался Подойдет он или не подойдет Ну Вот И вообще, в принципе Если там запись пойдет Было бы хорошо Это звучит так Практически все лекторы Практически все лекторы Они Ну не практически все там Огромное сейчас количество лекторов Если они слышат Что есть сотовая земля И начинают Опровергать ее Значит они уже Заведомо людей ведут Не в то направлением Не той дорогой То есть Сотовая земля Это истинное положение вещей И она легко проверяется О! Кстати Мне нравится Многие лекторы говорят Если не верите Проверяйте сами Вот я тоже на запись скажу Те кто не верят Что земля сотовая И в соседних ячейках За антарктическим кругом Находятся новые земли Проверяйте сами Пожалуйста Ну я конечно понимаю Что это как бы Шутка юмора Но самое легкое проверить Это конечно С Австралией И с Германией Ну я специально выбрал Германию Хотя можно любую было страну выбрать То есть если два человека Договорятся И начнут снимать Звездное небо По секундам То Они увидят Одно и то же небо Мне кто-то написал Что разница в 12 часов Поэтому Либо в одной стране Либо в другой Будет день Но для мощных приборов Даже вот есть ролик на ютубе Где парень С какой-то камеры Луну приближает Зумом Просто днем То есть для него Не существовало Для этого аппарата Не существовал Помех То есть все упирается Просто в технику Если техника мощная То И днем Можно увидеть звезды Потому что они есть Звезды мы не видим Не потому что их нет А потому что солнце Не дает Глазам Нашим глазам Их увидеть Я говорю Я не знаю Тогда когда Видео посмотрел Не знаю Какое оно там было Я говорил Все про сотов Что мы Абсолютно все сотов Кожа Посмотрите На руки Все сотов Действительно Оно так и есть Я вот тоже Вот немцы Говорю на работе Вот так и так Говорю Посмотри Ну все же сотов Даже кожа у нас сотов Он смотрит Блин Говорит Знаешь Вот я когда Маленький был У меня всегда Эти вопросы Это У меня были Когда у маленького Были эти вопросы Знаешь Он тоже Блин Говорит А есть это По немецкому А как Послушать его Типа Я говорю Ну подожди Может будет Выйдеть скоро По немецки Я говорю Я тебе с удовольствием Я говорю Послушай Он видно Что интересуется Знаешь Он говорит Блин У меня Говорит Раньше Так было Столько вещей О которых Раньше Задумывался По детству Вообще А как Все это Куда-то На второй план Ушло А сейчас Когда взрослый Он понимает Много вещей И он Начинает Вспоминать Что он Еще Маленьким Об этом Думал Знаешь Он Типа Действительно Даже Малина Это же Лист Любой Возьми Ну абсолютно Все Да Я говорю Тут даже Я не знаю Это действительно Надо быть Дураком Дурак Это даже Как говорится Хорошее слово Это еще Хорошее Комплимент Это Как говорится Ну не знаю Как можно Таким быть Что Действительно Перед тобой Ложат На лист А человек Не видит Вот Хоть Ты что Сделал Нет И все Есть Конечно Такие Которые Не хотят Понимать Которые Просто Вот Отрицал И все Знаешь Есть Таким Да Есть Две Категории Есть Есть Просто Буром Идут Хотя Внутри Не чувствуют Но Они Почему То Боятся Перед Самим Собой Выглядеть Глупым Самому Себе Доказать Что Все Эти Годы Ошибался Это Самая Большая Проблема А Есть Люди Которые Искренне Понимают Я их Называю Середняками То есть Которые Не знают К какому Лагерю То ли К сотовому Миру То ли Маленькой Круглой Земле Я говорю Я не знаю У меня Как-то Я говорю Хотя Левашов Никогда Вот так Не говорил Много Знаний Дал Много Стал Понимать После Его Эти А Как-то Сотовой Земли Ничего Не затрагилось А У тебя Как Услышал От тебя Сотовая Земля Вот Это Все Фотографии Все Посмотрел Как Она Вылетла Знаешь Не знаю Мне Не надо Доказаться Действительно Оно Как-то Легло Знаешь Я принял Я вот Уже Посмотрел Вокруг Все Действительно Сотовая Почему Если Мы Сотовые Ягоды Сотовые Кругом Сотовая Почему Земля Должна Другая Она Живая Как Мы Правильно Это Все Логически Вот Подумаешь Да Вот Юра Не Юра Макс Беляев Он Как Б Чуть Чуть Модель Мою Принял Чуть Чуть В Каком Ракурсе Он Допускает Что Есть За Антарктическим Кругом Новые Земли Но Он Предполагает Что Это Находится На Плоской Поверхности То Есть Понял Как Получается Лист бумаги А на Этом Листе Бумаги Много Много Земель Но Вселенная Не Терпит Ни Как Это Дурацкое Слово Сейчас Подберу На ходу Просто Другого Не могу Подобрать Незаконченности Незавершенности То Где-то Все равно Должно Состыковаться Нет У нас Плоского Сердца Плоской Печени И так же Земля Она не может Быть Плоской Она все равно Где-то Должна Состыковаться Малая В большом Большое В малом И так Вверх До бесконечности Я Сейчас Моя Ирина Благоверная Вышла Я ей всегда Говорю Сидит у тебя На носике Маленький Микробик А у него Как говорится Мысли в голове Интересно Планета На которой Я живу Да какая Вот То есть У него тоже Это мысли Душа То есть Чувства И так же И в нем В самом этом Микробике Есть мир Это я к тому Подвожу Что мы Настолько Мало Знаем Что можно Даже Не вверх Ити К богам А даже Вниз Углубляться До бесконечности У клетки Как я в одном ролике Пошутил Там Где Кто-то Коментарий Сказал У клетки Свои клетки Или как-то так Короче То есть Клетка Имеет Свои клетки Вниз Можно Как говорится Опускаться Но не деградировать Да Не Опускаться Имеется ввиду В знаниях Что Меньше нас Есть еще меньше Но они Также имеют Интеллект И у тех Меньше Есть еще меньше И это идет Настолько Глубоко Что Просто Наш современный Мозг Просто Не в состоянии Эту матрешку Осознать Что там Миллиарды Ну по нашим Чтобы легче Воспринимать Было Просто цифры Используем Миллиард Вниз Может идти То есть Есть В какой-то степени Очень маленькое Существо Которое Все равно Имеет душу Разум И так далее Вот А вверх Там вообще Там Еще страшнее Там И ужаснее Там вообще Неописуемо Поэтому Да Не для красного словца Мне очень приятно О тебя слышать Что Я часто сталкиваюсь Что я Настолько Все упростил И Очень В доступной Форме И без Всяких Наворотов Просто Излагаю Эту всю информацию Которая Ложится Очень многим Людям На душу Да Слава Правда Ты говоришь Я не знаю Мне легко Тебя слушать Знаешь И как-то Доходчиво Все Знаешь Просто Простыми словами Доходчиво Как говорится Доходит быстро Я говорю Я в жизни Ни одной книги Никогда не читал Пока в школе Там учился Я вот Единственное В армии Я тоже был На Дальнем Востоке В это Здорово Возле Благовещенской Там Ага Это В Амурской области Два года Я служил Перед тем Как в Германию Ехать И это Вот в Германии Там Как говорится Уже В год Мы сами Старше стали Сам Призов Больше не было Как в Дембеля Да Можно сказать И как говорится Сам знаешь Время больше появилось Да Никто не гоняет Ничего Это Вот Начал Как-то книги В этот Читать Там Политические Там Тудым-сюдым Ну Как-то книгами Увлекся И дальше 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 Больше Я говорю У меня образование Восемь классов Да А по иной раз Начинаешь Просто Твоими сейчас Видео Как говорится Занимаюсь Смотрю Все это Пытаюсь Переварить Все это С людьми Просто начинаешь Рассказывать Люди Блин У меня Сестренка Твоюродная Здесь живет Учителем В школе Работала Это же Такие Элементарные Вещи Начинаешь Рассказывать Она Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи А ты уже Гонишь Я говорю Ну Наталья Ё-моё Ты же С образованием А не я На тебя Не все наоборот Дело в том Что таким людям Я думаю Нас больше Фортануло Так называемые Люди Которые В школе Не учились Посещали Не имели Никаких Там высших Образований Мы не Захламлены Лженаукой Поэтому мы Открыты И чисты Для истинных Познаний А те люди Которые были Скажем так Очень Прилежные Вот Единственное Вот у меня Друг есть Саша Смирнов Наверное Исключение Из всех Отличников Он там На золотую Медаль Шел Но все таки Как говорится И у них Есть исключение Он с интересом Слушает мои ролики Не пропускает То есть он В основном Отличники Они не примут Эти знания Потому что Когда Грубо говоря Примитивно скажу В мозг Засунули Огромное количество Левой информации То уже Нужная информация Как по Канандолю Когда Шерлок Холмс Говорит Вы понимаете Ватсон Наш человеческий Мозг Это маленький Сундучок И говорит Я вложу в него Именно то что мне Нужно А то что мне Не нужно Я не наложу Поэтому скорее всего Люди Которые Которые Хорошо В школе Прилежно Учились Выучили Все На зубок В институтах В разных Вычебных заведениях Они не в состоянии Принять истинные знания Ну и опять же Среди них Есть исключение Как мой друг Саша Он же Как бы И бывший Мой одноклассник Который Настолько С интересом Все это Слушает Настолько Это ему нравится Вот И вообще Он как бы Удивлен Что Сколько он мне лет Знал Там все Даже Даже родители Мои даже Не предполагали Какую тайну Я хранил Все эти Хранил А это Кстати Родители Родители Когда ты начал Они как реагировали Как до сих пор Реагировали Ну Когда я начал Это Они как раз Тогда были На даче И Как бы Они еще Не знали О моем Восхождении Вот Ну Первый Папа Он как бы Приезжал чаще Там то малинки То там яблок Привезет Я ему показал Уже ролик Это Когда мы Сережа Тарасовым Сделали Сотовая земля Он такой Ух ты Говорит Надо всем знакомым Его показать Чтобы как можно Больше людей Узнало Вот Он что-то Как посчитал Что так оно На самом деле Есть И Других вариантов Вообще Не дадут Но вот Мама Тоже Как показывает Да Но вот Мама Которая Перечитала Книг Больше чем Я не знаю Там Чем сравнил Ну короче Наверное Проще сказать Там 10 библиотек Она Она шутит Ну вот Говорит Андерсона родили Людям сказки Рассказывают Которые ничего Не имеют общего С истинной моделью То есть То есть У нее Как бы То что она слышит Говорит Ну ничего себе Говорит Ты Как Как людей Хитро Это Ввел в заблуждение Что Теперь Ну я Снисходительно Улыбаюсь Понимаешь Вся Беда Это Наука И большое Поглощение Книг Которые Нас Зомбировали Даже Художественные книги Даже вот Жюль Верн Специально Создала Французская Редколлегия Это Под эгидой Жюль Верн Писала Там 15 Сценаристов И Причем Еще в советском Фильме Это попытались Оправдать Почему он За короткий Промежуток Времени Писал Огромное Количество Книг Он там В фильме В семисерийном Как это В поисках Капитана Гранта Говорит Своему Собеседнику Вы знаете Я просто очень умею работать Я просыпаюсь В 5 утра И работаю До обеда А работаю Обедаю я Очень поздно Вечером То есть Попытались Высчитать А если и правда Взять все книги Вот так просто Математику Отдать И он рассчитает То скорее всего Человек не в состоянии Был написать Такое большое количество Трудов И люди Вдохновляясь Его книгами Есть же много Книг Книг Которые грубо говоря На заказ Были написаны 80 дней Вокруг света Это специально Показать Что земля Маленькая Кругленькая Вокруг нее Этот мистер Фокс Или фок Я уже забыл Облетел Потом дети Капитана Гранта Опять же Показать Что они Плыли Искали Этого капитана На круглой земле И так далее То есть Это все Заказное И люди Которые С малых лет Пропитались Этой информацией Ее приняли А у меня В 15 лет Была Любимая книга Я заболел Не входил В историю Я вот Часто думал Пройду Или его путь Но часто Я уже спокойно Про это говорю То есть Я тоже Грубо говоря Был 20 лет В душевном Заточении И все-таки Мне удалось Это Как графу Монте-Кристо Это Скинуть оковы И начать вещать И при этом Просто светиться От счастья Ну да Ты получаешь Удовлетворение От того Что ты Ты видишь Что ты не зря Да Понимаешь Что ты не зря Ждал Что ты Как говорится Что есть Те кто слушают Что те кто Понимают Тебя Это тоже Как говорится Тебе Ну как Силы радости Правильно Да В общем Виталия В двух словах По разного рода Характера Наверное Подосвиданькаемся Вот Я все равно Буду на связи Да Слава Благодарю Что ты уделил Мне Уже час Час Десять Веду 22 секунды А это Слав Ганс Ты в курсе Такой есть В Украине Еще Александр Пальенко Нет Не слышал Он вроде Как там Разработал Тоже Что-то Как там Можно Совершенствовать Но это Мне надо Ссылки Кидать На ютуб На канал Или на статьи Потому что Сейчас ты мне Сказал Я услышал Ага А если Ссылка Будет На сайт Я пройду Посмотрю Я как Я найду Я найду Допустим Одно Видео От него Я тебе Скин Посмотрел Мне просто Как Я с одной стороны Что-то Понятно Говорит А Не знаю В душе Как это Осторожность Ну Язычными Это Конечно Большой Грех Если Люди Не 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 могут Это Принять Там Уже Много Причин Или Зомби Или Биороботы Или Не Проснувшиеся То есть Сотовая земля Это Тест Как Лакмусовая бумага Называется Если Я не Оговорился Хорошо Сейчас Пойду С друзьями Буду По-новому Как ты Сказал Попробую Преподнести А Да И Главное Напомним Про Пресловутого Гитлера Который Отправился На подводных Лодках В соседнюю Да Соту И Можно Вспомнить Событие Когда Адмирал Берн В каком Там 56 Году Или Да Тоже Он отправился В соседнюю Соту И Вообще Таких Примеров Много Когда Люди Отправлялись В соседнюю Соту И Это Можно Найти Сейчас В интернете Ну Все Рад был В знакомство Спасибо Благодарю Всего тебе Хорошего Виталя Благодарю До созводчика Я тоже Как бы Вижу Что ты Светлый Человек Это Не для Красного Сладца Потому Что Мы С тобой Очень Душевно Побеседовали Вот Всего Доброго И До Новых Встреч Так Сказать В беседах И Может быть Даже В Германию Когда Нибудь Проеду Все Хорошо Все Все Замечательно Все Виталя Слава Пока Счастливенько 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 Продолжение следует...